Приветствую вас, друзья! Если вы соскучились за французской компанией, то устраивайтесь поудобнее. Мы продолжаем. У нас седьмой ход. Каждый ход длится примерно полугодия. И за эти семь полугодий мы успели захватить четыре дополнительных территории. Утого у нас восемь провинций, которые приносят нам доход. Больше дохода мы получаем всего от сельского хозяйства. На втором месте идут налоги, затем торговля и только потом купечество. Кстати, купеческие войны нам нужно проводить. И у нас тут датский купец пытается нас слить. Шансы на успех малы, поэтому мы, наверное, просто отойдем в сторонку. К примеру, вот сюда. Ресурс за собой мы оставляем. Датского купца, потом попытаемся убить убийцей. Я думаю, будет нам по дороге. Французский кардинал. Кардинала отправляем в Клермон. Да, кстати, почитал ваши советы. Спасибо, друзья, насчет казны. У нас есть человечек. Это Петро, наш капитинг. У него есть сокровище вражеского генерала. Так вот, чтобы получить это сокровище, ему достаточно выйти из Парижа. Выбираем его. И вот конфискованное сокровище врага. Тысяча бизантов. Эта сумма будет передана в вашу казну. Супер. Получили. Денюжку. Так, и, наверное, нужно провести небольшую ротацию войска. У нас ведь еще есть один полководец с сокровищами. А точнее, вроде как, наш король. У него сокровище вражеского генерала. И мы вполне можем отправить его в Париж. Добавить в нашу казну хорошую тысячу. А на его место, к примеру, из буржа привезти Симона Капитинга. И впоследствии он сможет поучаствовать в осаде Перпиньяна. Если у Арагона здесь, на этой территории, ничего не выгорит. Так, у нас появились деньги. И мы, конечно же, можем что-то предпринять. И появилась идея. Вот тут так много дипломатов. И папские дипломаты. Пизанские дипломаты. Шотландские дипломаты. А что, если мы наймем, к примеру, здесь дипломата, посла. И попробуем договориться с кем-то из них. Кроме всего прочего, на следующем ходу мы попытаемся захватить сахар. Здесь мы твердо стоим. Ага, здесь тоже все замечательно происходит. В бурж. Нам нужно кого-то отправить в бурж. Кто же это будет? Наверное, наш Петро и будет. 527. Отсюда придется увезти полководца в Париж. 715 золотых. Давайте попробуем нашу кавалерию подвинуть ближе к линии фронта. Здесь мы проводим основные наши бои. Поэтому логично будет, если мы сосредоточим и наши войска. Основные и самые сильные здесь. Поэтому, наверное, наймем пару отрядов кавалерии. В этих... Не кавалерии, а лучников. В этих замках. Для того, чтобы освободить место и возможность нашей тяжелой кавалерии, нашим телохранителям полководцев отправиться на передовую. Так, вроде все мы сделали. Квест у нас лежит. К нему мы по чуть-чуть идем. Наш убийца продвигается. Ход за кодом. Пытается дотянуться до врага. Тут мы тоже вроде походили. Денежку мы получаем. Итого скупечество нам принесет на следующем ходу 555 золота. Больше никого нанять не можем. Можем разве что переобучить. К примеру, мечников переобучить. Кавалерию переобучить. Лучников переобучить. Может быть еще кого-то из копейщиков. Ага, уже нет. Уже не переобучим. Супер! С утра поступила новая порция овсянки. Так что заодно и перекушу. Передаем ход. Ну а пока ход идет. Разрешите мне немножко отвлечься. Хотя передача хода это хороший повод порассуждать. У нас неплохо дела обстоят с армией. Хотя мы расширили свои территории. В битвах потеряли я по-моему давал в прошлом ходу отчет. Где-то 1200 французских солдат. И у нас армия со старта кампании была 3000. Осталось сейчас 2200. То есть на 1000 армия уменьшилась. Но при этом возросло ее качество. Мы получили в свое распоряжение три отряда элитных элитной кавалерии. Которыми будем пользоваться. Так. Что еще у нас есть? У нас есть очень много торговцев которые вскоре если поставим их на выгодные ресурсы начнут приносить нам значимую прибыль. Но с дипломатией у нас все плохо. У нас только союз со Священной Римской Империей. А для того чтобы противостоять более сильным противникам признаю Англия более сильный противник. У них гораздо больше территории и больше войска. Нам нужны союзы. А самое главное нам нужно как-то отрезать от союзов Англию. От союзов к примеру с Арагоном. Нам очень не выгоден союз Арагона и Англии. И очень не выгоден союз Англии и Священной Римской Империи. Так что будем сейчас действовать нашими дипломатами. В союзах наша сила. Совет Знати 8. Ничего не изменилось. Авторитет хорош. Новый союз. Шотландия и престол Святого Петра заключили между собой союз. Хорошо. Быстро ноги конь. Плюс один к здоровью населения. Это кто у нас? Ага. Новонанятый дипломат. И он кстати очень даже хорош по своим параметрам. Попробуем им что-то выторговать. Только с кем начнем мы наши дипломатические отношения? Я бы сходил посмотрел как далеко успел уйти шотландский дипломат. Ладно он успел действительно далеко уйти но пойдем его догонять. Сначала переговорим с пизанским дипломатом у нас с ним отношения с ними отношения плохие 3 из 10 но я надеюсь что наше хорошее предложение это смогут исправить сведения о карте выплата взаимовыгодное предложение или подарить им сведения о карте в качестве подарка нам вроде и золото нужно и отношения улучшить хотелось бы давайте попробуем да отношения мы улучшили 4 из 10 могли бы сейчас предложить им денежку холодные союз вряд ли они захотят заключать при холодных отношениях если бы были нормальные отношения неуверенный отказ да надо улучшать отношения то есть нужно еще раз подарить сведения о карте и потом только попытаться как-то отношения с ними улучшить вот мы увидели ломбардскую лигу а кто здесь вообще неизвестно кто так нам нужно попробовать заключить торговый договор с норвегией на это они согласны а сведения о карте за 300 золотых монет тоже согласны принять от союза они скорее всего откажутся хотя с нашей стороны это щедрое предложение да все потому что отношения плохие для себя окончательно в этом убедился и буду следить за тем чтобы сначала улучшить с ними отношения потом предлагать союз денег мало что делать что делать когда денег мало идем к арагону будем делать наши предложения там так у нас соседи что-то такое знатное делают опять придется закрывать окно в отношении денег нам могут помочь торговцы если их отправлять на хорошие ресурсы так 109 и того уже не 555 а 619 вот он наш эритик которого по идее мы должны бы убить но тут есть еще и датский купец с ним тоже хотелось бы справиться ладно перед тем как пытаться с ним справиться давайте попробуем сохранить игру если не выгорит то перезагрузимся наш убийца нам очень очень важен нет не выгорело перезагружаем пробуем пробуем это сделать без убийцы мы просто не сможем выполнить миссию а вот теперь такой успех нас устроит следующим делом убьем этого никлота плюс два к навыку агента и плюс два к скрытности сразу два повышения получил может быть войдет в совет за то что такой умненький ну и самое главное что мы сделали это открыли для себя серебро теперь нам тут не будет угрожать датский торговец датский гадский так ну а сами ставим купца на железо 978 вот это уже доход получше практически удвоили наш доход за короткий промежуток времени нашим королем мы отправляемся в Париж попытаемся ой-ой-ой инквизитор близко подошли не хотелось бы мне встречаться с инквизитором попытаемся получить золото английский дипломат что с английским дипломатом говорить дипломатов мы всех вроде отпинали ага становимся на сахарок становимся но тут португальский купец очень и очень мощный хотя доходы от сахара мне очень нравится так и конечно же будем осаждать Перпиньян раз Арагон потерял Готью мы должны это замечательное место прибрать к рукам у них тут остался генерал это плохо к примеру осада идем в качестве подкрепления можно попробовать выманить их из города если они посчитают нашу армию слабее своей они могут выйти попытаться надавать нам по щам но для этого нужно очень очень разумно выстроить наше нападение вот к примеру так эти вопросы меня смущают можно конечно решить эти вопросы а можно попробовать прокачать нашего шпиона повышение характеристики новый человек в свите внедренный молодой опытный и подведем нашего шпиона сюда поближе посмотрим кто у них тут охрана полководца кавалерия это плохо 3 отряда копейщиков 2 отряда кавалерии сможем ли мы их по кавалерии переиграть или нам необходимо вести еще тяжелых воинов сюда кавалерии 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 за один ход за два хода ладно давайте попробуем выманить их если не получится то так и быть проведем тогда осаду осаду тем что есть хотя мы очень рискуем с двумя лестницами это будет тяжелая осада ладно сохранимся если не получится выманить то загрузимся и просто тогда и просто тогда дополним эту армию чтобы больше построечек заказать осадных сооружений и провести уже по нормальному осаду 2290 золотых в нашей казне есть и теперь наша очередь эти деньги потратить так а нашего кардинала мы приведем в Тулузу тоже всех переместили сколько воинов можем нанять сколько воинов и нанять и обучить но меня больше интересуют постройки обычные налоги в клермоне что нам бы шахты строить не помешало бы шахты очень хороши вот то что тут скопилось английская армия меня тоже как минимум не устраивает но пока они стоят и ничего не делают пусть будет так деньги стоит потратить на постройки только на какие кузница или мастерская баллист чтобы получить доступ к катапультам и баллистам чтобы сходу можно было брать вражеские крепости так ну для баллист нам нужно на чем-то выиграть денежку ладно пока строить не будем оставим нашу казну в плюсе мы заплатим за осаду тоже какую-то денежку и не хотелось бы чтобы с деньгами у нас были проблемы на свой страх и риск я передаю ход кстати неплохо было бы если бы Арагон начал войну с халифатом с маврами тогда они бы точно не планировали захват наших территорий если конечно у них есть это в планах ну и Англия с Шотландией чтобы что-то не поделила тоже было бы хорошо итак последние королинги ослабив себя раздачей бенефициев оказались неспособными играть роль центральной власти и в 1987 году крупные феодалы передали корону в один из знатных родов сумевший создать себе сильное владение Францию в северной части страны этот род по имени первого короля из новой династии или расы как выражаются французы Гуга Капета получил название Капетинга в последующей династии Валуа и Бурбонов были лишь потомками этого рода так Пизанская республика уже ничего нам не предлагает Португалия сейчас отошел отошел торговец супер оставил нам этот доход в лето господне 1159 года Иоанн Солсберийский годы жизни 1110 и 1180 пишет политический философский трактат Поликратикус в это же время он работает над трактатом Металлогикон Металлогикон Солсберийский англо-французский богослов схоластик писатель педагог епископ Шартра 1176 1180 годы происходил из Южной Англии Солсбери получил образование и сложился как богослов писатель и педагог в Париже где служил знаменитых лекторов 12 века Пьера Абиляра Роберта Миленского Уильяма Коншского после обучения принял духовный сан и служил при папском дворе был секретарем канцлера в 1154 году стал секретарем примаса англиканской церкви архиепископа кентерберийского Тиабальда исполнял дипломатические поручения в Европе известен своим политическим педагогическими трудами поликратик металлогик в поликратике Иоанн Солсберийский рассуждает о приверженности платоновским идеям о том как следует управлять государством а также соображения о необходимых качествах государя и путях их достижения особенно известен металлогик типичное сочинение по педагогике эпохи средневековья появилось одним из первых знаменуя собой выделение педагогики как отрасли знаний о человеке в металлогике изложена теория и практика преподавания дисциплин входивших в тривиум вопросы психологии ученика и логики подачи материала сочинения Иоанна Солсберийского отличаются простотой стройностью логикой изложения его язык и стиль стали эталоном для средневековых ученых для истории его времени важны также его письма в 1161 году кафедру архиепископа Кентерберийского в Англии занял Томас Бекет знаменитый деятель церкви отстаивавший привилегии церкви от посягательств короля Генриха Второго Плантагенета и в трудах Иоанна Солсберийского появились тираноборческие мотивы в результате вместе со своим патроном он был вынужден удалиться в изгнание во Францию в 1170 году они вернулись однако вскоре Бекет был убит сторонниками короля а Иоанн Солсберийский через какое-то время получил епископскую кафедру в Шартре Франция став здесь приемник преемником Гильяма Шампанского там он и скончался новым епископом Шартра был избран Петр из целы так в совете знаний знать без изменения в бурже закончено строительство переобучили кое-кого доходы получили не вышли они из Перпиньяна придется осаждать и пытаться как-то с ними справиться так Марсель ты где Марсель где-то тут не удалось казнить еретика как жаль как жаль идем в Париж выходим и добавляем еще тысячу бизантов в нашу казну и соответственно король свободен возвращаться на поле боя так что могут делать наши дипломаты шотландский дипломат отношения холодные торговый договор уступка сведения о карте подарок и теперь нормальные отношения заключить союз согласие замечательно получили еще один союз давайте попробуем продать право прохода невыгодные право прохода вообще можно пока что с ними не разговаривать есть у нас союз есть шотландии это очень очень хороший хорошее достижение которое поможет нам в борьбе против Англии я надеюсь такие союзы будут страшить противника не давая им возможности так датская армия мы дадим вам 1315 золотых вы просто так отдаете нам деньги принимая предложение и моя казна увеличивается я вам подарю сведения о карте чтобы наши отношения улучшились нет с ними отношения не улучшаются к сожалению но за деньги спасибо слушайте подарите еще кто-то денежку я не откажусь так еретик сохраняемся миссию выполнили так вы оказали папе римскому и всему христианскому миру большую услугу успешно убив этого еретика хорошо успех убийцы и новый человек свите плюс один кумение убивать дружище ты скоро станешь крайне развитым куда тебя отправить отправим наверное к ресурсу золото где ты поможешь нашему торговцу закрепиться я надеюсь что ты поможешь нашему торговцу закрепиться а вот тобой мы пойдем от ресурса к ресурсу будем бродить сюда 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 потом нет денег с этого ресурса мы не получаем доход снизится 1430 теперь будем будет а куда пойдешь ты куда-то сюда или на серебро в любом случае его нужно отправлять 23 очень низкий доход но это временное снижение посмотрим где наш Марсель находится и что у Арагона тут за планы вот она крепость которую тоже хотелось бы захватить но увы она принадлежит не нам так что наверное с захватом Марселя придется повременить 6000 в нашей казне есть и теперь мы можем вполне себе захватить Перпиньян осадив его на этом же ходу правда порядок в Тулузе не очень хороший можно добавить сюда воинов можно не добавлять пока что помните я хотел построить шахты 6 ходов займет строительство и в то же время не только шахты а еще и мастерскую баллист в бурже чтобы получить катапульты и можно было спокойно захватывать себе сколько катапульта стоит 1010 и содержание 303 с одного хода захватывать английские поселения ну давайте давайте построим мастерскую баллист первую в бурже и клермоне наверное построим или даже в Лионе построим шахты в чем преимущество шахт в том что кстати да в Лионе посмотрим какой доход 240 строится 6 ходов подождите а почему в Лионе строится 5 ходов и доход выше шахтерский город просто замечательно значит правильный выбор я сделал 773 золотых еще осталось в Тулузе тогда наймем отряд лучников сержанты копейщики 2 9 115 содержания да пока что отряд лучников наймем может еще что-то удастся в Перпиньяне какую-то казну сокровища захватить мы туда ведем нашего короля и это 9 ход что ж друзья на этом я буду делать паузу так как в принципе следующее видео у нас пройдет с осадой Перпиньяна мы подготовили неплохую дипломатическую почву для наших дальнейших действий у нас уже есть не один а пара союзов это союз с Шотландией и союз с Римской империей в общем-то делаем все для того чтобы обуздать Англию у Шотландии есть союз с престолом святого Петра может быть наш союз с ними их союз с престолом Петра испортит отношения с Англией не даст престолу святого Петра заключить с ними союз хотя я не уверен что это так будет кстати у Священной Римской империи тоже есть союз с престолом святого Петра если бы мы заключили с престолом союз отношения с Священной Римской империей у нас бы упрочнились но пока что это все только наши догадки ладно друзья до следующей серии и уже в следующей серии нас ждет осада Перпиньяна Римской